Всем огромный привет! С вами Баневур и 30 выпуск рубрики Best Replace. Да, вот еще один юбилей отмечает наш проект. Как быстро летит время. 30 выпусков уже исполнилось рубрики. Самое время включать песню Сектор Газа. Мне сегодня 30 лет. В первую очередь хочу поблагодарить всех за колоссальную поддержку, которая прилетела нашему проекту после предыдущего выпуска, где я заметил, что не обязательно поддерживать какими-то исполинскими грандиозными суммами. Достаточно, если каждый из вас закинет хотя бы по 10-20 рублей. Общее число все равно будет весомым, потому что вас много. Так и случилось. Огромное спасибо всем за гражданское самосознание. Нам очень приятно, что рубрика развивается и мы спешим всех поблагодарить. Но никнеймов так много, что все перечислять совершенно нерационально. Это займет 90% времени нашего выпуска. Поэтому перечислим самых щедрых. Остальных с сообщениями я имею ввиду. Остальных просто назову по именам. Поехали. Кузьма поддержал на 500 рублей. Смотрю 29 видос подряд. Хочу попасть в 30-е. В Ц3 живи. Кузьма, поздравляю, ты в 30-м. Уставшая собака-строитель 100 рублей закинул. Написал Огонь. Отличная стихия. Огонь моя стихия. Особенно во время игр по Варкрафту, где огонь перемещается в заднюю часть моего тела. Эмильен 100 рублей закинул. И изящно, так изысканно по-французски написал. Ах, этот бест-реплей меня с ума он свел. Разбил он сердце, мне покой забрал. Спасибо, Эмильен. 3000 рублей прилетело от Лэйзи Лаки. Вот это, конечно, мощнейший донат, которого я даже ожидать не мог. Ништяк обзоры фигачишь. Ништяк ты донаты фигачишь, мужик. Спасибо большое. Продолжай в том же духе, нам очень приятно. Титан Киллер 1500 перевел. Тоже довольно увесистую сумму. Спасибо за эмоции. Варкрафт живет благодаря вам. Так держать может и Майкера привлечете. У Майкера слишком много дел. Он меняет гудгейм к лучшему. Беспрестанно, где-то на просторах PUBG. Ну, может быть, это и к лучшему. Каз 4 семерочки. 129 рублей перевел. Написал просто ура. Ну и мы ему тоже ответим просто спасибо. Дигидан. Сотка от него прилетела. Спасибо за реплей. Каждый выпуск обсуждаем. С братанами. Кстати, Серый Денис. Не жоптись и тоже подогрейте любимую рубрику. Да, братаны. Берите пример со своего кореша. Сергей Дмитриевич. С 300 рублей. На вкусняшку. По скриптуму нужно больше видео. Снова голосом. Судя по всему. Акалита. А также рубрику поддержали. Сальфур. Телефон и номер. Джентльмен с телефоном. В наше время это, конечно, не бог весть какое достижение. Но телефон и номер называть не буду. Я думаю, он сам понял, что это о нем. Опус Кастер. Вентум Зефир. Димон. Вортелекс. Илья Бутнарь. Или Бунтарь. Может быть, просто буквы перепутались. Уил Дайен. Олег Ирбы. Евгений Ди. Владос. Николай Сатаев. Владимир Сергеевич. Амир Тантаков. Мазай МЗ. ТТ Нуб. Васька. Аноним и Фокусник. Спасибо вам большое также, ребята, за поддержку. Не бывает, большое или маленькое. Нет, конечно, когда человек переводит 3000 рублей, о нем нужно особняком сказать. Но каждый ваш рубль одинаково для нас ценен. Поэтому большое вам за это спасибо. По поводу больше видео. Я послезавтра. Послезавтра. Ну, вы будете смотреть это в записи. Вы будете смотреть это в субботу, когда я уже буду в Тольятти. Но вот на день записи могу сказать, что я улечу на 10-11 дней. Потому что пару недель в командировку в Тольятти. Поэтому, к сожалению, записывать видео мы не сможем. Тем не менее, по возвращению мы, естественно, запишем экстра выпуск. Отчитавшись за поддержку к этой серии. Поэтому все учтено, все записано. Но вот, к сожалению, на этой неделе будет один выпуск в субботу, который вы сейчас слушаете. И на следующей неделе, если успею вернуться к концу недели, то будет еще один выпуск в субботу. Но потом обязательно будут экстра серии. Вот. Вам всем огромное спасибо, ребята. Ну, и мы, собственно, приступаем к разбору новой серии Best Replay. Честно, я сегодня донаты записываю уже после того, как записал комментарии к игре. И я вам скажу, это будет что-то. Так еще никто не терроризировал. В общем, все, как говорится, в игру. Погнали. И так, что нам сегодня послал бог в лице аспиранта? Поединок Никера против лорда на карте Twisted Meadows. С Twisted Meadows лорда сразу же сообщает, что уважает Никера. Пират уважает кота, а кот уважает пирата. Так, ну ладно. Респектанули друг другу. И пора уже начинать. Орг эльф. Очень такой боевой матчап. Хотя какой матчап может быть не боевым? Ну, наверное, только разве что орк против орка, где юниты не гибнут совершенно из-за спирит линка. И массового хила. Ну, а так почти в каждом матчапе есть свои агрессивные стороны. Ну, здесь ожидаем появления из алтарей ниндзя-черепашки и Димона. Двух героев, которые постоянно друг друга пытаются урезонить в схватках. Эльф собирается крепиться с бараком агрессивно сразу с оранжевой точки. Орг может это прочекать и очень сильно напакостить эльфу, но разведка от него не идет. Поэтому черепашка-ниндзя в заказе, а разведка пошла только после алтаря, очень поздняя. И, к тому же, не в ту сторону. Соответственно, Микер спокойно открепит оранжевую точку, получит какой-то приятный девайс. Карта одна из самых популярных, классических и каноничных в Варкрафте. На Twisted Medals сыграно бесчисленное множество легендарных поединков, золотых матчей. Но вот как в ладдере, так и на турнирах, и вот сейчас снова эта карта у нас становится главным действующим лицом сегодняшнего сражения. Ну, не сама карта, конечно. Карта – это главное поле боя, да, а действующие лица у нас другие. Так, тут есть хосты, например, Чечи. Я так понимаю, что это какой-то турнир. А вот этот вот джентльмен из Кореи, скорее всего, точнее, оранжевый. Господи, что со мной? Боже, позовите врача. Фиолетовый орк, скорее всего, кореец. Хотя, Никер – это, собственно, для тех, кто не знает, это олдскульный русский эльф, который очень давно играет в Warcraft, чуть ли не с времен Дедмана. Вначале «Звезд неба» не хватало, но позже раскрутился, потому что угасла русская просцена, и он одно время был прям топ-1. Представлял нашу страну на международных турнирах и все такое прочее. Но потом он уехал в Китай, и сейчас, насколько я понимаю, Никита Помадов, он же Никер, он живет в Китае. Ну, а это какой-то онлайн-турнир. Так, ну, а Никер тем временем слопал оранжевую точку. Не спрашивайте меня о стратегиях. Здесь так много вариаций опенинга от эльфа и по героям, и по юнитам ранние медведи, поздние медведи, экспанд, не экспанд. То есть здесь просто тьма всего. Орк, тем временем, продал телепорт, который ему не нужен. Аннигилирует здесь овец и пытается... Ну, это какие-то крохи буквально, ну, в надежде, что выпадет книга Агилы на этой точке. Подъедает экспириенс мелкий. Демонхантер же, ну, они уже нашли друг друга, понимают респаун. Орк запустил стандартный тэч. И дерево потопало на магазин, да? На магазин или будет проедать к наемникам точку. Нет, на магазин. Я так понимаю, что никер далее, впоследствии, собирается еще мэйден экстрапион. Орк там сделал остров экстрапиона. Или это просто какая-то дискуссия, в которую я ворвался, не зная броду, что называется. Лесопилка отменяется так. Ну, Демонхантер пришел подхарасить. У него второй левел. У него и стп цирк лет, которая сделала его немножко более плотным. Но здесь ему особо делать нечего, действительно. А что делает Блэйдмастер? Блэйдмастер должен, да, он продолжает выбивать шмотки. У него очень много замазок. Хватит надолго. Поэтому, вот, мне кажется, что Блэйд проводит время куда полезнее, чем Демонхантер, который, в общем, отменяет эту лесопилку. Мне кажется, не особо важную орку для тайминга. Это не Хантерс Холл эльфийский. Лесопилка. Что, кого там не сможет строить? Хатхантеров и катапульты, или что, или кого? Я, честно говоря, не играю за орков, поэтому не знаю настолько досконально орочих тонкостей. На что влияет эта лесопилка? Напишите потом в комментариях. Грантами можно было подблочить Демонхантера, но выпускают его. Это не доработка орка. Он, видимо, в это время старается в другом месте. Выбивает Tomb of Experience. Ой, сэр-клеточку еще одну купил в магазине. Но на Tomb of Experience не везет Блэйду. Короче, порубив немножечко эту несчастную лесопилку, Никита отправился в Освояси. У него заказывается лорница. И вот, видите, висят наверху два виспа на карте возле рудника. Это важнейший момент, который сейчас определит дальнейшую стратегию эльфа, будет ли он играть через экспанд, или просто развесил виспов везде по всей карте. Овцы на Twisted Meadows крайне агрессивные. Хищники. Это не травоядные на Twisted Meadows. Они всех, всех лишают жизней. Всем героям, всем юнитам ставят палки в колеса, отгрызают пятки и ногти на ногах. Так, вот это вот важный момент. Блэйдмастер, кстати, третьего левела, взяв оранжевую точку, и добиваем моба, забираем девайс. Свиток зверя, шикарно. Успевает Никита Арчу ставнуть, но Блэйд пока, в общем, великолепно работает. По-моему, еще одного моба добил. Пытается вгрызться в тролля и просто пробрить его ценой большого количества ХП, но у него нет больше. Маны на Виндволк, тролль забегает за дерево, и опасаясь окружения, Блэйдмастер не решается на столь опрометчивые действия. Нет, решается. Все-таки доел тролля. И почти на четвертый левел нагрызть. Тут его подблочивают, разведут на ТП или нет. Кабаны стреляют, но ловкач не очень много получается с таким количеством мармора от персовых юнитов, поэтому здесь Блэйдмастер, нарезав издевательский круг почета, убежал. Тут еще и Хекс, и Хилочка прошла. В общем, все. Короче говоря, у Орка все намного лучше в результате того, что он полезнее проводил свое время, гораздо продуктивнее, строит вышки. Ого! Так, одну вышку построил. Это для того, чтобы как раз вот Эльф не приходил с талонами, не харасил здания. Но здесь два Спирит Лоджа. Так, ну это уже у нас Бест Реплей, поэтому никаких тебе стандартов с Райдерами и Спирит Волкерами. Я чувствую, что запахло шаманами, ребята. Шаманы против Эльфа. Бладласт, диспеллица в Испаме, Пурч. пояска вступили в бой. Что еще? Лайтинг Шилд. Ну, в общем, конечно, всех не передиспелишь. Орк продолжает выбивать девайсы. Правда, здесь, наверное, Блэйду уже стоит как-то предоставить Шедоу Хантеру сольную карьеру в Криппинге для того, чтобы, ой, сбивают с Гранта лечения, неприятно. Одна замазка в пустую потрачена, но, видимо, не верит Орк, что Шедоу Хантер с двумя бугаями сможет закрепить магазин, поэтому отправил в помощь Блэйдмастера. Ну, вообще, у Эльфа, да, кстати, здесь никаких талонов-то не будет. Я сказал с талонами, ну, просто, это, знаете, такой стереотип, некий такой шаблон, да, сразу ментальный, попадаешь в ментальную ловушку, видишь Бестмастера, Демон Хантера, и, значит, представляешь себе, что будет стандартный там пуш-талон и третий кинкер. Конечно, никаких талонов быть не может, а тут Грейт на бетон, Тир 3 и 2, 2 шаманницы. Ну, что, неужели Тауриэна с воскрешением? Так, тролли. Что умеют тролли-знахари? Они умеют, значит, во-первых, ставить, нет, во-первых, они умеют ставить три вида вардов, короче говоря. Это есть водяной, а это вардиной. Они умеют ставить ловушечные варды, которые по площади станет юнитов. Они умеют ставить хилен варды, которые, ну, собственно, заменяют фонтан жизни. И они очень хлипкие между тем. И они умеют ставить варды разведки. Ну, те самые глазки, которые выпадают иногда из крипов. Четвертого левела Блэйдмастер, Сарбо, у него большие туфли ловкости. Ох, сапоги ловкости плюс шесть, это сила для Блэйда. Это еще, напоминаю, старые патчи, когда Блэйд стакался от итемов, от когтей, собственно говоря, гораздо сильнее, чем в новом патче 1.29. Правда, здесь когтей у Блэйда нет. Грейт на лапку, но это будут стандартные мишка Дриады, и эльф закладывает экспэншн на сколько это часов, господи, не знаю, на 10 часах, да, скорее на 10. Ну, удачная точка, подальше от орка, в кармашке таком, чтобы орку можно было забегать еще, но здесь уже не будет каких-то стандартных таймингов. Опять же, да, помимо виспов у эльфа есть еще Дриады, которые тоже могут диспелить шаманов и очень здорово их контрить, поэтому, конечно, здесь у орка какой-то другой план Капкан, что он хочет играть, непонятно, то есть, может быть, Минотавров каких-то попробовать через Хелин Варды, Никер Эксп, Чечи пишет, ну да, мы это заметили, Дирижабль пытается тем временем скрыться в ночи. Ну, Никер заложил Эксп, теперь его задача, это еще один, а нет, это АОФ, его, ну, АОФ такой, скорее, разведывательный на предмет контроля орачей нычки со шкатулки, да, ОРК тоже, ну, то есть, Никер вложился в экономику, соответственно, ОРК тоже может вложиться в экономику, ага, а он вообще идет на остров, так, но Никер должен был что-то понять в виде Дирижабль, хотя, конечно, достоверно понять это нереально, так вот, ОРК судя по всему собирается закладывать нычку на острове, да, или нет, сейчас посмотрим, шкатулка есть у кого-нибудь из героев или нет, в общем, ОРК не особо тратит деньги, мы не видим у него армии, мы не видим у него большого количества войска, заказанных зданий, он очень экономит, соответственно, должна быть у кого-то шкатулка, Shadowhunter, заметьте, какой затаренный по мане, невероятно, тут даже Демонхантера, мне кажется, будет дракон слопал Гранта, какой прожорливый, и что, выпадает? Выпадает Бугай, не показано, сейчас посмотрим по Shadowhunter, ну что, неужели не будет нычки? Ой, там, что-то, скроллов, регенерейшн, маны и хп выпадает, один из самых эмбовых скроллов, тем более, для армии с кастерами, который регенит не только ману, да, тут зверинец, ТЦ, сколько у тебя лимита, да, вот это тут жезл, ну, жезл иллюзия, это, конечно, чушь, да, скроллов регенерейшн, убивают, казнит Грантов, орк, но все еще непонятно, он играет в кастеров, мы видим, что здесь также появились еще спиритволкеры, по-хорошему, я ожидал какого-то минотаврица, дома, дома, где живут козломордые, не, не козломордые, а не какие-то, быкомордые, да, вот она, шкатулка, все-таки, он мою идею осуществил, но, сделав это несколько позже, никер об этом вообще ни сном, ни духом, ну, никер вообще безмятежен, у него работает экспант также, все у него прекрасно, а эта нычка, она довольно быстро со шкатулки начнет себя окупать, продолжается казнь Грантов, какие-то дикие грейды, а торка на шипы, которых в жизни никто не делает, ну, и вот полный контроль, да, здесь эльф при помощи сокола просвечивает варды, кстати, это так себе идея, действительно, брать троллей и знахарей с вардами против бестмастера, у которого есть сокол, обнаруживающий невидимых юнитов, это, это идея так, в общем, по-моему, была довольно прохладной, интересно, интересно, но я вообще не понимаю, кем собрался орк воевать, у него пока один дпсер в армии, это блэдмастер, остальные это не боевой лимит, это саппорты, которые, впрочем, еще и подрядом атаку не наносят, потому что отряды спелл имюн, ну, медведей, конечно, убивать будут, ну, может быть, идея, вот, ставить ловушки эти, хотя, ловушки, которые станят медведей и за время стана как-то пробревать их спиртволкеров по медведям неплохо дпсят за счет сочетания атаки и брони, то есть какой-то станчик от ТЦ, всех не сможет демонхантер перемонобернить за бой, а тут еще и маунтед джайант, в общем, ребята играют творчески, изобретательно, затейники, массовики-затейники практически, со сметкой, ребята, подошли к процессу, орк не проверяет экспант эльфа в самом очевидном месте, ну, точнее, да, все правильно, а эльф в качестве вежливого жеста также не проверяет никаких экспандов орка, но справедливости ради отметим, что эльфу гораздо сложнее обнаружить орочий экспанд, ну, хотя есть обсерватория, есть просветка, нужно чекать. Так, первое столкновение боевое, очень много знахарей, огромное число, я не понимаю, зачем столько в армии орка, они не наносят, хотя, атака у них нормальная, ну, то есть, медведей можно пробревать, Кадоя добавляет, и Грейт на, ну, где Минотавры, я жду, я жду тауренов, бабла у орка очень много, он сидит в лимите, а вот Никир из лимита, к слову, вышел, уже давно, хотя, так и не скажешь, ну, там Маутен Джент очень много занимает, плюс там было три медведя, повсюду орочи ворды, а орка действительно полтос, поскольку эти кастеры, они немного лимита съедают, не прожорливая они, здесь теперь видно, откуда у Альфа 78, Магор Лис уже почти пятого левела, бой, ой-ой-ой, два посоха безмолвия, ой-ой-ой-ой-ой-ой, два больших сапога у Демонхантера, ой-ой-ой-ой-ой-ой, у меня плохие новости для орка, если честно, потому что, я не знаю, стакаются ли ли два посоха безмолвия, но Никир, судя по всему, облизал унитаз с утра, я не знаю, почему он так прет с дропом, если они стакаются, то кастеры орка будут молчать всю игру никаких вообще никаких не будет никаких спеллов да и герои почти что все время будут заткнуты когда они будут заткнуты они будут получать маноберны еще вдобавок если правильно или здесь эльф расконтролит я не понимаю как орку драться но если никер не продает значит они действительно стакаются да очень много ману так и что бы что так great betrider на жидкий огонь нет это какая-то очень жидкая дымка я я честно говоря не понимаю вообще что за психоделика происходит происходит на экране 79 лимита все ясно очень много бой голды у никера в общем он уже жировую жировую прослойку себе на ел орг тоже потихоньку выходит из лимита никто не на кого не нападают такая мирная дуэль но стратегии конечно изумляют две арбы ну просто для того чтобы было побольше атаки до 3 цирклетки 2 арбы плюс 22 атаки но тут у демона тоже арба 222 туфли это очень жестко щи демон hunter должен подзатыльниками раскидать всех этих кастеров мелких диспел есть можно по диспелить самонов но если тебя заткнуть двумя посохами то особо не за диспел лишь дрыны взяли горные великаны поменяв себе тип атаки на осадное орудие если не ошибаюсь и теперь наносят доп урон по легким и анарморным кастером орка никер осаждает еще змейки какие-то ё-моё что это такое змейки это тоже не серьезно совсем не серьезно я я я не понимаю как орк собирается сражаться у него нет арм ну позади что такое у него блин у него пачка знахарей пачка знахари вы понимаете что это не армия вообще не армия их даже военкомат бы не принял их шойгу бы отправил домой к мамке они убоги у них коленки в другую сторону гнутся как у кузнечиков и какие-то яйца на спине растут не знаю чья не яйца вынашивают себя на спине в общем жуть что они юниты я я не понимаю что это за страта не вот так вот конечно по и темам по составу и набору армии эльф попредпочтительнее будет безусловно ряды вообще неуязвимы в этом сочетании просто непонятно кто будет их убивать орк возомнил себя хуманом у которого есть архимаг пятого левела блэд мастер имба конечно ну а демонхантер такая же имба точно вот они вот они пошли собственно тотемы контроля от орка это змей кищи тоже мозолят глаза не в общем никакого вреда не наносят но просто отвлекают постоянно создавая движуху орк выманивает орк выманивает эльфа на тотем никер почему-то не решается я прежнему не считают армии ну все налом пошел сало посмотрите на всех кастеров легло первое они не кастуют начинается битва спирит линк пошел таурен уже очень сильно отхватил там по-прежнему в саленсе стоят только сейчас отпустила кастеров читает цветок защиты орк ничего не понятно таурена спасают дирижаблям это было грамотно хилен ворды пошли много змей корка кто-то бочком бочком поджимается да ладно медведи первые пали безусловно в этой сечи поскольку они как раз огребают по полной программе в этом в этой армии не нужны эльфу медведя максимум один для рыкари джува это сзади здесь нужны дриады конечно катапульты нужны кат я бы кат добавил в армии но никер вообще не париться у него вторая нычка у него очень много голды эльф же это очень честная раса поэтому для того чтобы поставить экспант ей да у обоих очень много денег минус дирижабль у обоих армий у обоих сторон обеих точнее а вот с лесом у эльфа непорядок непорядочек ну а резака купить видимо не позволяет знаю религия он хочет по старинке руби дерево топорами не признает никер современных технологий так но утанкует как могут mountain giant и богат хилинг вордов первого джайта ставают на базу а у теперь понятно что ну хорошо когда дриада останутся как вы будь горка там 100 лимита так по виду ну просто орда тауренов они будут просто героев выносить но за фигня полная я настаиваю на том что это полная фигня нужны катапульты просто хилен вордов ловушек миллион эльфу нужны катапульты эльфу нужны дриады для того чтобы как раз расстреливать анарморных кастеров катапульта мне нужно к ним вплотную подходить все в вордах орка скоро вся его часть фиолетовые цвета красится но я не знаю не проломит никера при всем желании господи ну что догадается не кирка то добавить я не знаю насчет химеры нужны ли они но вот очередной станчик по площади получил эльф орг в эрику тактика не согласен я не согласен ямал пишет 90 против 90 ну реально добавь 3-4 каты с болтами на пробивание и все это армия все это развалится но может быть я чего-то не понимаю эльф выходит из лимита орг тоже они короче выходят вышли в 90 из 80 вышли саплай получают дичайшие не саплая штраф по саплая большой снова война ряд не убить знаю я на эльфа ставлю все равно надо затыкать орка у него тебя два стаффа сайленса если он не продал ну посмотрим и демонхантера 1 пошел первый сайленс бэтрайдеры прилетают ну фиг знает рядом плевать на всех нужно просто гнать рядами все стоит в стане кроме дриад они спойл имьюн кстати mount engine там по-моему тоже можно прокачать иммунитет все эти хилен варды они убиваются с одного выстрела великая сеча просто идет но здесь стоп а кто подрядом змейки стреляют и бэтрайдеры да насколько я понимаю не персовая же атака у магов ой ой так блэд мастер дирижаблем спасает но падает из него блэд выглядывал слишком далеко в окно и высунулся и навернулся из дирижабля продолжается великое танкование я я просто это великое противостояние кастеров великая битва магов причем маги это не дагестанцы так подключились хилен варды конечно работает очень хорошо у блэда уже почти там скоро будет блэксторм на масел дырять никер по моим заветам так 4 левел shadow hunter 2 таурен нукаты нукаты же ты построит и елки-палки тебе не хватает как раз катапульт и йорк решает что раз который кат эльф не строит ну значит значит можно смело застраивать пошли вышечки орк горит это будет мой дом пускай они к экономически не выгонен пускай в этом доме нет заначек золотовалютных но я я просто приду в твой дом буду есть твой рис и спать с твоими женщинами но я не хочу войны так продолжается это невероятное противостояние здесь еще конечно отдельный вопрос какой герой первый возьмет шестой левел потому что и дх и блэд на шестых левелах разрулят всю эту мелкотравчатую брашку в два счета фокус по демон хантеру это что такое было сейчас это кто его так господи 3332 критера это блэд мастер ему завесил крита на 332 и демон хантер исчез с карты как снег по весне очень битым очень биты по великий лис он же бист мастер чё-то сайленс не работает я не знаю почему они сайленс не кастуют у него в перезарядке он что ли я я не понимаю ну сейчас так будет мастер получит все-таки шестой там на трех героев конечно делится если и уже не получил покажите покажите там тут стопать окружает рядами таурена я не просто забыл про таурена он у него слишком много юнитов в армии или не знаю таурен возомнил себя шестым не знаю бессмертным себя почувствовал короче минус то c очень много тотемов они что же должны как-то пробиваться иска вступили в бой вот эти тотемы ловушечные полетели выкупать из таверны демон хантера осада продолжается но вот с вышками вы знаете но тут точно но вот это уже хотя бы должно как-то эльфа навести на мысль о катапультах ну пора пора уже так это был кстати не эльфийский дирижа были а орочи выкупили вернулся блудный сын буду лайк в свой родной табор а орка действительно армия похоже на табор у него есть жирный мул и куча голодных цыган вокруг него которые вечно что-то пляшут с бубнами какими-то что-то 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 колдует что-то непонятное там чародействуют гадают эльфу по руке в общем табор приехал на гастроли к эльфу но эльф судя по всему не очень рад такому соседству у него мало остается лимита хотя блин у никера там было 3000 голды так как фуфа уже почему ты не строишь кат и лошарик конечно нужно контролить хиленварды обязательно сало пошло так таурен таурен став дх блэйд продолжает терроризировать демон хантер у него две арбы на саблю вертятся конечно бедные дриада они просто от одного вида умирают блин там блэйд реально скоро 6 будет мне кажется все закончится мне кажется что все закончится блэйд с томом блэйд маста блэйд с том блэйд с том и все вот он блэйд маста 6 лавал 6 лавал маны нет да ё-моё ну ладно и так победим не ну я понятия не имею никер пьяны что ли почему он почему он категорически принципиально не желает минус демон хантер почему он не желает строить катапульты я я вообще не понимаю 356 крит добрый вечер с новым годом таурен под сайленсом идет стомпать дриад как вам такая картина театр абсурдов какой-то ну продавливают здесь эльфа который в общем ну вот представьте mountain giant и дриады и 56 катапульт вы скажете блэйд мастер к ним прорвется ну там дриады там моноберны там можно не уйти собственно катапульт плюс там соколы постоянные контроль блэйда винд волки не знаю на город напали опять же можно было дирижабле мог поконтролить но просто 5к там 45 кат они бы раскидали бы эту армию в мгновение а так эльф теряет теряет все у него ну где-то да ну заметно 56 на 76 минус 20 лимита по сравнению с орком и гигантские проблемы никита явно не ожидал что вообще в страту пойдет вообще в первый раз жизни видят и не понимает что с ней делать к слову дэмэдж у вич докторов довольно довольно ощутимо как видно ну наверное если даже 50 50 крестьян встанут вокруг колодца по колодец тоже быстро падать так ну блэйдстом это серьезно это вот следующий бой я думаю закончится блэйдстомом став и со зачем ты свиней куда ты что-то делаешь то какие кабаны в дирижабль зачем ты ровный шникер не смеши прекращай пощади меня эльф наконец что-то начал подозревать как корт настроил 88 лимита а но нычка уже нычка уже закончилась поздно пить боржоми да а вот время орк орудует на базе у эльфа оскверняет рощу поиска вступили в бой цыгане они такие они довольно быстро оскверняет любую локацию где появляются так так до ряда обнаружили блэйда я не советуем с ним разговаривать все таки шестой блэйд там сейчас крит вылетит в дирижабль 292 критом по жбану ну что никита сдавайся сдавайся ты так и не догадался за всю игру построить катапульты а значит тебе надо просто выйти и сделать работу над ошибками ах какие криты вылетают на загляденье любо дорого смотреть черт с ним с блэйдстомом нам и так хорошо говорит порк у эльфа конечно работают еще три нычки ты экспанда работает но понимаете денег он получает много а из армии он может строить только дриад а дриады уже против шестого блэйда ему нужны катапульты но для катапульт нужна стенка и сейчас всего этого он без без производящих зданий не настроит ой 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 мисс 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 еще один мисс и демон хантер врубает на последней секунде инвул как же жестко ему прилетает скритов вы представляете если демон хантер атак развоплотняет 5 димку у которого десять с половиной армора если его так раз уплотняет то что же без рейджи они как бро тебе медведь нужен то что было бы с каким-нибудь архимагом или не знаю там с каким-нибудь котом даже жутко представить так на что решается эльф снова плодит коз because как бы говорит никита коза его метод ну видимо одиноко ему живется там в китае пытается окружить себя стадом коз да это конечно здорово что ты отменяешь орку строящийся экспант но мягко говоря вдруг у тебя проблемы не в том что как экспант ставит с ним драться не можешь ну и мы приближаемся к кульминации у эльфа но снова небольшая козла ферма 80 лимита урка 72 кстати лол а он за счет наемников да за счет господи жрецов ну и жрецов и берсерков короче траль басов на набрал себе из чатов в армии так ну что битва разворачивается видимо сейчас в новом ключе и арку надо просто врубить блэйдстором я считаю вот ради блэйдмаста блэйдсторма мы живем подбегаем в инвулия минус сейчас сразу будет кто это демон хантер господи его стомпят о как же больно ему остав телепорт почему а ну вот видимо он он загнал его сначала на экспэншен без телепорта а вот теперь врубит блэйдсторм когда эльф удеваться будет некуда ну давай ну давай ну пожалуйста 332 крит как же дриады улетают стомп по двум юнитам бедный демон хантер седьмого левела врубит уже блэйдсторм пожалуйста 320 раздаем раздаем подарки к 8 марта и начинает танцевать мам багун не выдержав этого издевательского танца собственно никер написал gg а еще раз если резюмировать то орка пробрили маска орка эльфа пробрили маскастерами представить себе такое можно было только в кошмарном сне демон хантера но именно это и случилось орка забрили вич докторами в тьфу почему орка эльфа эльфа забрили вич докторами я пытаюсь как-то этот смысл отложить в своей голове от рефлексировать потому что это выше моих возможностей мой поток сознания не вмещает эту информацию ладно проблема никера было я думаю в основном в том что он не подстроился контроль начал драться там какими-то триад постоянно масел но все таки вот для чего были змейки видимо орку ряды все равно они не быстро но они падали самое главное что орг не мог никак от dps армию куда что ж такое то эльф никак не мог от dps армию орка на я надеюсь вы понимаете что я имею ввиду хотя я уже сам с трудом это понимаю ладно друзья большое спасибо всем кто поддержал рубрику вступайте в нашу группу вконтакте у нас там есть зал славы куда попадают абсолютно все кто поддерживал когда-либо best replace но и пятерка самых щедрых саппортов прямо сейчас на ваших экранах я как и говорил выше уезжаю в небольшой отпуск командировку поэтому на этой неделе выпусков больше не будет ну соответственно и на следующий тоже в будни и не будет поскольку меня просто не будет в городе тем не менее по возвращению обязуюсь все поручения и все наказы наших саппортов выполните записать дополнительный выпуск возможно вот как раз с гостем который пока остается в тайне все с вами был бы не вур подписывайтесь на мой канал power крафту играть и варкрафт тем более вышел новый патч и увидимся на трансляциях пока а